Доброе утро, давайте начнем наше совещание. Вячеслав Анатольевич, вчера давали какое-то поручение. Дорогие господа директора, вчерашняя телефонограмма отличалась от ранее порученной телефонограммы на аналогичные совещания. Поэтому в своих отчетах, кроме проделанной работы, первому просим представить информацию о том, как обстоят дела с подготовкой к зимнему периоду. Хочу вас, так сказать, извести и предупредить, что сегодня это будет, так сказать, проба пера. А начиная со следующей недели мы поступаем в активную фазу проведения всех организационных мероприятий. С заседания штаба по подготовке к зиме, с восстановлением периодичности письменного отчета по той форме, которая нам полагается. И хочу изначально, так сказать, не дать вам самоуспокоение. То, что на улице жарко, то, что мы все работаем при кондиционерах, это говорит только об одном. То, что нужно как можно быстрее и успешнее освоить весь тот комплекс мероприятий, который вами же и был намечен. Еще есть два фактора, которые утверждают работу в этой ситуации. Первое – это пандемия и то, что вокруг этого вопроса творится. Оно понятно, что, но просто еще не знаем всю глубину того, что творится. И второе – те реорганизационные мероприятия, и та реорганизация в этой сфере, связанная с термогазом, Четнордом и частичное изменение взаимоотношений по этому вопросу, не должна ни в коем случае откладываться негативом на все эти вопросы. Допустим, допустим, обрисовка. Все продолжается в том же виде. Потом, только когда наступит то время Чет, мы поменяем одного на другого поставщика тепловой энергии, а подготовка к приемку. То есть приемка, на приемку все вот эти вот изменения Чет, термогаз, не должны сказаться. Дом как готовится, так он и готовится. Дом как должен быть готов, он так и остается. Просто потом этот акт, который будет на этом этапе подписан, допустим, между ЖКК и термогазом, он тогда передастся вместе со всем пакетом документов, когда надо будет, когда он и передастся. Я понимаю, что к этому вопросу подходили, но исходя из того, что информация, которую располагаем, конкретно вопросами подготовки внутридомовых сетей. Ну, по крайней мере, не скажу, что ничего не делось, но информации мало. Поэтому пробуем перо сегодня, рассказываем и докладываем о том, что сделано, и ориентируемся на то, что во второй половине августа, до тех каникул, которые у нас будут, мы сделаем общую встречу. И ориентируемся на то, что в начале сентября на эту тему мы заблаговременно проведем традиционную встречу с поставщиками тепловой энергии, эксплуатирующими организациями, включая и АВПК. Остальным сетей держателям, которые, так сказать, оказываются действиями, работают параллельно в этот период, осенне-зимний период, значит, аналогично активизируем все действия, приводим их в пик и понимаем, что времени как раз в обрез. Еще немножечко покачаемся и упадем. Поэтому мы вам такой возможности, благодаря вас, не предоставим. Отскользнуться и пластик. Спасибо. А теперь, Слава Викторовна, начнем с вас так, как вы висели. Что касается подготовки к изменению периода, сказать о том, что сразу же после окончания эксплуатации теплов всех, которые есть на раздорожные базы, типично-оранжерейного хозяйства, была определена их проверка, очистка, и они в следующий день готовы к работе. Также могу сказать о том, что нанесное оборудование, которое мы использовали в зимние периоды, это снеготвалы и щетки, они также после зимнего периода были приведены в нормальное состояние, скудированы, которые тоже могут в любой момент использоваться. То, что касается других мероприятий, очистка и дожиловов, эти работы будут в зимние после осимнего периода, когда закончится рестопад. Что касается зимней спецодежды, срок эксплуатации одежды прошел, произведено списание. Сейчас специалисты занимаются, собирают мероприятия предложения и выбирают какую-то поддержку предприятию для рабочих, для зимнего периода. До конца месяца вопрос будет решен, выключен договор и к зимнему периоду этот вопрос будет снят. Все остальные мероприятия, которые указаны у нас в нашем плане, они по срокам производятся в октябре месяце. С 1 сентября начнется подготовка, значит, распоровка дров, скудирование для отопления производственной базы, для отопления тепличного и жирейного хозяйства. Все, абсолютно все пункты держатся под контролем, распределены между специалистами предприятия, которые несут за это ответственность и для выполнения всего намеченного в срок. У нас будет все выполнено в полном основе. Объем песко-соляной смеси, эти домики... Песко-соляная смесь у нас для первого этапа есть. Что касается дальнейшего прибытия, сейчас мы обговаривали с поставщиком. Вроде бы он обещает нам не поднимать цену, но пока окончательного решения нет. Но я думаю, что в ближайшее время мы решим. Янкостя для песко-соляной смеси. Металл подорожал, сейчас все будет и дорожает, и дерево дорожает. С этим про приема мы на протяжении дожьего периода времени самим университетом, верно, даже на геометричек подключился к этому вопросу. Мы скорее решили этого вопроса, но очень, так и надеемся, есть вроде бы обещание одного экономического агента на поставку тех емкостей, которые мы очень хотим, которые считаем, что будут очень эффективны и будут долговечны. Потому что те емкости, которые у нас есть, металлические, безусловно, они разъедаются солью и очень лишили сложности потом опять их запустить в эксплуатацию. Рассматривали вариант тех емкостей, которые использует уже Европа. Это пластиковые емкости, которые именно предназначены для песко-соляной смеси. Пока вопрос в стадии решения, пока он не завершен, но мы пытаемся его решить. Пластиковые емкости. Так, давайте, пожалуйста. Дальше. Да, в данном моменте у нас окончилия лукарьи 14-го, умереть в два физиолога более консистент, то есть между городом Киев, страда Килп и страда Каковы. В этом году мы вернемся в консерии Медикал-Стутуру, о том, что уже начали лукарить для оборудования этих инфекций. В этом случае, в основном, в производстве, то есть, во время лукарии, в предыдущий сезон, в организации, в Крылово, в оборудовании, в оборудовании, в эксплуатации, в оборудовании, в оборудовании, в оборудовании, мы видим какие-то лукарии, в организации, в организации, в оборудовании 오늘 в оборудовании этой оборудовании, и в оборудовании в оборудовании. Вывод 19 журналист, в т сказала, было несколько слов, оберудированным оборудом кредитором Эфрап�� Ильичева я Продолжение следует... 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 Это машина, которая будет отливать жидким реагентом, для того, чтобы сделать то, что хотел Реннад Берлищ, чтобы у нас было не только пескового растворного труда, но и еще, как мы видим. То есть это делается, в принципе, машина. То есть, правильно, как вот это оборудование сейчас нужно установить. Была проблема в том, что нужен был такой насос, который бы он выдержал, поэтому жидкость, которая бы не разрешала. Техника, в принципе, готова, за исключением, что эти конгазы, которые сегодня поливают, которые сил, которые поливают в городе, мы в любое назначение времени, когда будут открытые техники, мы поливаем просто местами. Оставим тесто разбрасывать или на место, и стякнику готова. Ну, готова к переведению. Дмитрий, значит, понятно, очень хорошо обрежено в бумажном носителе состояние для поправки техники. Если с информацией хотят, могут сфотографировать, ну, снять и показать для всех, какой объем работы сделан. Теперь по тем вопросам, которые остаются. Я думаю, что основной вопрос, это приготовиться к тому, чтобы мы по смешанной схеме все-таки, хоть и не эту зиму, но работали со снегом. То есть, схеме, гранулы, жидкость. Сейчас над этим, вот сейчас над этим нужно работать. И найти уже ответы на те вопросы, которые были заданы в прошлом году, и на них мы тогда не нашли себе ответы. Сейчас то самое время. Значит, по второму, ну, вторая позиция, которую вы все рассказали, но пропустили один такой термин. Доллары намерения. Именно сейчас нужно заключить доллары намерения с карьером, чтобы они это все дело в песочек выставили, определили с местом, и чтобы он стал сухим к тому времени, когда вы за ним начнете ездить, и когда станет вопрос оплаты. А сейчас пока самый главенствующий вопрос, это все-таки заключить такие прямые договора намерения. И очень мелкий вопрос, но тот, с которым мы постоянно сталкиваемся. Он, это резервные комплекты ножей для обоих лидеров. Этот вопрос не отображен в тех мероприятиях, которые подписал ваш главный инженер, напоминаете ему, мы знаем, что это такое. Выходим, люк, бак, и техника встала. И грейдер стоит. Он есть, но толк от него уже никакого. Почему? Нет ножа. Или едет и оставляет тем поломанным ножом полосу, от которой все страдают. Поэтому минимум два комплекта ножей на каждый грейдер должно быть, чтобы можно было жить спокойно, так как вы сейчас у нас в этом грейдере. Замечание ваше правильное, я должен был, все просто. Мы заключили контракт с Саровским карьером. Стоимость осталась так, как было бы этого вопроса. Тоже они гарантируют, что они не будут повышать. Значит, запланировали завозить его еженедельно, хотя бы 250 фунтов в неделю. Сейчас проблема в том, что температура не позволяет ЕВЕКу отправлять туда, так как температурный режим, они должны отстаиваться, только ехать иногда на утром или ночью. Программатично загружаешь машину, войти в дом и сдать, пока температура не упадет. Но мы это решим, проблема решена, никаких проблем нет. Повторнула управу на жители грейдеров. Закажем по 3 комплекта, тут будет еще один резерв от нас, чтобы было по 3 комплекта на каждого грейдера. Это очень правильное замечание. Спасибо за подсказку. Я буду иметь в виду, чтобы это было выполнено в следующий день. Вероник Владимирович, скажите мне, пожалуйста, что с ремонтом внутренних портал? Как у вас? Значит, в принципе, мы закончили все асфальтные работы. Сейчас вопрос с ритуалом, который будет уложен в ближайшие дни. У Александровича Луна на завтра пролируем первый слой укладки асфальта и сразу же на пятницу второй слой... То есть до конца недели вы хотите сделать? Мы должны сделать, но хотя бы... Хотя бы, вы знаете, самое сложное, что там люди не понимают. Просто мы попросили не ставить техники. Потому что мы написали, даже, извините, уже и на деревья подцепили, и на заборах, и здесь все... Нет, они вот сегодня, 68 машин, так и стоят, и напротив этого... Ну, зумной, не будем говорить название, это нельзя. Там не понимают, где и просили, и говорили, и сказали. По-видимому, перекроем просто. Поставим... Ну, если вы планируете, перекройте, да, с обеда, и прекратите въезд. Честно, люди не понимают. Сделали хорошую парковку, они могут там поставить. Ну, поставьте рядом, нормально, и тем более, хватает для всех. Я сегодня утром еду по проспекту Победы, там все контейнера переполнены, в крупном мире, угадается мусор, то есть проблемы в группе есть. Олег Васильевич, сейчас он занимается этим вопросом, сейчас я могу... Да, скажите, потому что завтра, если дело будет играть, там собаки растаскивают, что все то, все... Если можно, это не секрет, я хочу вам сказать, что проведенные две недели плодотворной работы с фирмами немецких «Бокмак», они предлагают выехать вместе с делегацией с Пемареевым в Цензарене, чтобы увидеть, насколько эффективна работа их оборудования, которое они поставили на там полигоне. Я понимаю, что вроде бы оно не наше, но все-таки надо посмотреть, убедиться, что это выгодно. И кроме этого, они предлагают за счет своих средств три представителя армейцы поехать на завод в Германию, они оплачивают подверг туда и обратно, и плюс при днях проживания-то. Они хотят, чтобы все-таки родители, жители нашего города, дельцы, убедились, что немцы хотят нам помочь и предлагают свои условия и услуги по переработке и мусору нашего города. Но никакое оборудование по сортировке? Нет, они поставили, знаете, в 39-е-то я был Цензаренов, которую на ту неделю я смотрел. Да, действительно, это не сравнить с нашим полигоном. Есть наподобие каток для асфальта, это для мусора. В 39-е-то он раскладывает и разламывает весь этот, что кислород не поступает в состав мусора, который он тромбован, и не вернет. И это нужно убедиться, насколько директор Виктор Иванович, я вон ездил, часто здесь приезжают, консультируют этот полигон, но действительно небо и земля, не сравнить их. То, что было в Цензаренах раньше, помните, горело, все, сегодня этого нет. Сделано все условия для того, чтобы меньше было бред для здоровья граждан, которые живут рядом. То есть, я не предлагаю, пожалуйста, на следующую пятницу, если есть желание, создать комиссию, кто хочет приехать, но в крайнем случае транспорт идет до СУ, возьмем 18-местную маршрутку и поедем. Это надо говорить с примаром ЦАНБУ, с муниципальным предприятием, с директором муниципального предприятия ЦАНБУ, я имею в виду, который сейчас администрирует полигон, потому что они тоже должны быть при этом всем, чтобы видеть, чтобы понимать цену вопроса, понимать, что там происходит. Ну, это, например, мы не скажем, что там нет. Татьяна. Преприятие рекомендуют работе по испытанию домовой системы центрального отопления. При выполнении работы устраняются неисправности, которые ограничиваются, то есть замена кранов на стойках, замена гнилых трубопроводов подвалов домов. Также у нас есть трудности из-за отсутствия людей, которые проживают на верхних этажах, на билетвезде, квартиры закрыты, но нет возможности проверить краны наездского для спуска воздуха. Также делается проверка при выявлении неисправности дверей в подвал, и на чердачном помещении тоже ведется работа. Помимо этого, и строительные работы, которые продолжаются, влажно графикой рекламы выполняться. На сегодняшний момент по причине того, что пролив на линии сети Апоканала, отсутствует вода на Олега Руссо 3,5, Тудового Мереску 41, Проте Победы 68. Вот этот район сейчас у нас находится без воды. То, что касается плеща на соляной смеси, у нас есть в наличии на 1,5-2 месяца это 5 тонн. А вот тоже ведутся переговоры о приобретении. Складировать у нас есть возможность, где... Так, все работают рабочие. Вы предполагаете, что складировали линии сельско-соляной смеси в тех же закуточках, уголочках, что и предыдущих? Нет, у нас основная масса. Нет, нет, я почему говорю? Потому что, что вот это на Викторе, кучки под столбами, но она уже ответила на этот вопрос, что как она с этими кучками будет бороться, что у вас при входе то в один подъезд, то в другой подъезд, где-то в каком-то закуточечке, чем-то на крыльях. Представляете, к этому вопросу подойдем крайне внимательно. Нет, основная масса у нас находится... Основная масса и у Светланы Викторовны в нормальных контейнерах. А под отдельными столбиками и под отдельными крыльцами, что у вас, что у них есть позор. Уходим от этого позор. Сейчас выявляем и делаем так, чтобы было в закрытом помещении. Нет возможности, чтобы было в закрытом помещении, и тогда что-то ставим. И еще Кулина уже говорил над тем, а вот такой вот, в виде шутки, вы когда ожидаете получения ежегодного предписания от Чатнорда о выяснении о тех сложностях, что у вас начинается по опрессовке, по заполнению, по всем этим? Ну, отрессовку мы выполняем совместно со специалистом на Чатнорда и со СПИ, кого мы сработаем, или, да, и при нарушениях, ну как, при неисправности, все это устраняется. В конце сезона всегда мы получаем предписание в Писном Триде, все это предписание в течение лета устраняется. А вот сейчас, и потом они получают, и потом сейчас, ну, второе предписание, и у вас в октябре месяце, у вас сроками остается, и начинаем все нервничать. Пожалуйста, все, что было в первом предписании, контактируйте напрямую, как можно плотнее, и уходим от тех болезненных ситуаций, которые начинают расставываться по-другому. Сейчас у нас в траве обрисовано 216 домов из 411. То есть я думаю, что нет никаких замечаний с травмом. Если их есть, то мы их совместно решаем. Хорошо, еще раз. Все остальное опроба, чем разжимая. Все остальное опроба, чем разжимая. Ну, тогда, пожалуйста, ко мне посещаем дома, просоединяйтесь. Ко мне зайдете, просоединяйтесь. Да, спасибо. Спасибо. Который режим. Это приятная работа в обычном режиме. На сегодняшний день у меня очень как-то получилось. У нас было хорошо. Занимаемся профилактикой ненасоса высокого давления. Подобрали полностью. В зимний период зайти и меньше, но не было проблем. Камер на железной дороге у меня сэкономерата подняли заново с колец. Сейчас ждем бетон. Должен подойти и залить полностью бетон, потому что улучшится стиль на старый. Подпочву моего домастопил. Неизвестно подпочву моего. Сейчас будет перепродыв. Так и не выяснилось. Все топит и топит. Не размывает всю камеру. Ну, час после планировки я приеду, там не должно быть бетон, залить заново бетон и все. Так, и все в рабочем порядке. Как в зимний период у пиццовки сметодежда есть. Уголь еще с прошлого года, с запасом. На первый период готова. Дорогие вам. Ну, мы вечером вечером, который отступил к закаливому правоохранению. Центр стоматологии подлетовил и прописал контракт с чеклёрдом. На сегодняшний момент там были определенные счетчики 1-метровой кисть для того, чтобы проверяли. Сумки и сплата работы. Согласно с которым выполняются все действия. По центру семейных врачей во время проверки и работы с чеклёрдом были найдены замечания. Сделаны замечания центра семейных врачей номер 4. Определены суммы затрат, которые нужно сделать для того, чтобы устранить. Эти дефекты и писать дальше контракты. Тоже составленный план рамок, согласно которому выполняются все действия. Это то, что касается подлетовки длительной. И по именно эпидемиологической ситуации, если позволю, сейчас или потом? Да, сейчас. Сейчас. По эпидемиологической ситуации нужно отметить, что у нас имеет место улучшение ситуации. Если прошлые, вчера, позавчера, количество пациентов у нас уже госпитализировано. Сегодняшний день 184, из которых 4 находятся в крайне тяжёлом состоянии. Мы на аппарате, мы на специальном аппарате, мы на искусственном дыхании. Кроме этого, у нас находится 448 человек под наблюдением, то есть это активные случаи. С начала года у нас заболело 3486 человек. Если мы говорим о вакцинации, то нужно сказать, что она продвигается всё равно очень медленно. Если в июне месяце у нас врачи второй вакцины вакцинированы 19 человек, а школы детские сады и преподаватели второй вакцинации уже вакцинированы 130 человек, то в июле количество врачей за последние недели всего 10 человек и тоже 130 образований. В отношении марафона, который имеет место по вакцинации на рынке, первая неделя у нас будет 58 человек, вторая неделя – 109 и на третьей неделе – 77. В это воскресенье будет продолжена вакцинация, но только для первичных вакцинирующихся, потому что все вторичные вакцины должны получать сертификат, поэтому рекомендовано обратиться в центр вакцинации, который находится в клинической больнице. Там во время второй вакцины будет выдано и сертификат. Если мы говорим о ситуации на воскресенье, то базар нам очень помогает, работники базара, они помогают нам сейчас отработанную систему, мы записываем людей, чтобы там не сталкивалось очень много людей, и поэтому можно подойти с 8 до 9, записаться и уже подойти в определенную объемность для вакцинации. Теперь по вакцинам. Значит, в прошлом воскресенье у нас было 5 вакцин, это было Pfizer и Johnson компании, и AstraZeneca, и Sinavac, и Sinopharm. Что будет на этой неделе, мы не знаем, но надеемся, что тоже 5 вакцин, поэтому в пятницу мы предоставим информацию абсолютно для всех. У нас по Примории более 4 человека на сегодняшний день, поэтому нам следует ужесточить ситуацию с входом на территорию Примории людей посторонних. Нам надо ужесточить отношения в плане изменения температуры регистрации и температурных клиентов по каждому отделу. Нам нужно обязательно, чтобы все имели бизнес-социрующий разговор, и для людей после 63 рассматривать вопрос дистанции, работа на дистанции. Кроме этого, правильно было бы провести совещание со всеми работниками отделов Примории, для того, чтобы определить возможные шаги поощрения и максимальной вакцинации, потому что сегодня это единственное, что может нас спасти, тем более, что есть в Молдавии, и люди, которые находятся во стационарном лечении, все эти 184 человека, они все не вакцинированы. Даже если говорится о том, что на сегодняшний день на территории Молдавии есть люди, болеющие после вакцинации, то отлично говорится, что их строку первая вакцинация, то есть после второго вакцинации у нас нет больных. Поэтому это наш единственный шанс. Дорова Ивановна, я вчера смотрел сводку по Бельцам. Там получается, что у нас уже 87, да? То есть в этом коридоре до 10 и до 100, у нас 87, то есть мы в коридоре оранжевого уже ближе к красному. Я думаю, что мы в коридоре готовы. Да, и я тоже так думаю, что на следующей неделе мы будем в красной зоне. Почему я обращаю на это внимание? Потому что у нас впереди есть 24 августа, да, то есть праздничные дни, 24, 27, 31, потом 1 сентября школы, да, то есть и в зависимости от того, в каком мы будем ходе, такие будут и ограничения введены. Я думаю, что в ближайшие дни будет заседание национальной комиссии, предстоящая института замовозки запринения, и сразу после нее мы должны будем собрать нашу комиссию. И нужно будет принять решение и по всем проведению всех этих массовых мероприятий. Ну там, в принципе, все ограничения уже расписаны в инструкции самой, да, 54-го там, основного дня. Единственное, мы хотели бы, чтобы услышали, были предложены отделы здоровья по нему, потому что по всем мероприятиям, которые у нас есть еще и есть. Чисто касающиеся кемории, города свои предложения, которые в этом могут дать эту ситуацию. Нам обязательно нужно готовить специалистов, открывать дополнительные центры вакцинации, может быть, открыть школ первую сентября, привести вакцинацию в одной школе, отдельно для преподавательского состава, чтобы они не распределялись по времени, может быть, кто-то и окружал, то есть, чтобы не теряли время, а тот же вакцинировать. То есть, потому что от того, насколько будут вакцинированы преподавательский состав, зависит ли здоровье наших детей и дальнейшим составом. Да, и раз я начал говорить, тогда, когда станут 24-го августа готовить мемориал для сложения цепи, то все как обычно. То есть, в этом плане все будет. На 27-й Ашчеванчамаре площадь, то есть, все эти мероприятия будут просто, будут ограничены по численности и по самим мероприятиям. То есть, мы сейчас вот с того плана, что мы делали на 27-е, мы уже 70% убрали онлайн мероприятия, потому что видим, что мы идем к красному ходу и просто их не разрешают проводить. Что касается COVID-19 и вакцинации, то я чувствую, что в управлении питательного строительства вакцинировано 75% свободных, остальные процессы. И далее, что касается работы. После ураганного ветра, уличное освещение. После ураганного ветра, который имел место в три раза, в основном на сетях старых, алюминиевых, провод, изоляция которого пришла в него, потому что из-за давности, и который провод находится в кромах деревьев в деревьях, на 23 подстанциях были выявлены короткие замыкания. Кроме того, на 5 подстанциях выявлены обрывы кабеля уличного освещения. Значит, устранены короткие замыкания на 23 подстанциях. На данный момент мне работает 195-я подстанция. Это парк частично и центральный парк. И 92-я подстанция, это от Роднорда, по улице Степан-Чемат в сторону Молодого. Они отключены и не работают. Не работает освещение по улице Буревиста-ДСФТ, частично улица Мира, частично улица Гоголя, извините, Гейчевская по одной стороне. Подрядная организация работы. Вчера был установлен на 195-ю подстанции. Это напротив Единого окна, напротив Примарии. И проблема в кабелях, который, там подземный кабель, который тоже давнешний, и, значит, выходит из подстанции в земле. В общем, разбирается. По улице Пушкина, 60-я подстанция, не горело долгое уличное освещение. Замыкание произошло. Отключены три декоративных столпа уличного освещения в сквере имени Тараса Шевченко. Освещение пока работает. Я хочу это все сказать, особенно жителям муниципиа Бурц. Много заявочек по поводу отсутствия освещения. Очень часто это касалось именно работы подстанции, потому что у нас на 20... Чтобы люди понимали, у нас освещение обеспечивает 155 трансформаторных подстанций, освещение города. На 20 из них, на головных, установлена система АСКАД, которая обеспечивает включение, выключение и уличного освещения и связь с диспетчерским пунктом. Но, кроме того, на всех подстанциях установлены защитные оборудования, которые позволяют сохранить светильники в рабочем состоянии в случае осуществления короткого замыкания, чтобы не выгорали сами светильники. Поэтому, когда падает ток или есть угроза короткого замыкания, трансформаторная подстанция сама отключается. И когда налаживаются все параметры, если они налаживаются, она отключается автоматически. Если, например, падение тока или выравнивается ток. Но если существует короткое замыкание, то оно, соответственно, не включится. И ездят люди, и ночью ездят. Все это видно. Господин Михаил, глава подъезд, он видит, это тоже наблюдает в онлайн-режиме. Связи по мобильной связи. Это видно, включают, утром выключают. И есть пока не найдут причину. Поэтому бывает, что в ручном режиме включаем и выключаем. Я хотела бы принести свои извинения за работу уличного освещения, но я так думаю, это обосновано. И попросить жителей муниципи, если у кого-то вдруг перед подъездом не работает светильник, но вокруг есть, я очень хочу попросить, чтобы имели чуть-чуть терпения. Мы заявочки принимаем в течение трех дней. Мы устраняем. Просто не на следующий день. Потому что есть такая ситуация, где целые улицы не горят. Я озвучила это. У нас две подстанции в данный момент недели. А что касается водопровода по улице Интингенции? Подрядная организация работает, но возникает много вопросов. Особенно это касается колодцев, смотровых колодцев, в которых необходимо сделать переподключение потребителей. В колодце есть фотографии все, отравлены все проектные организации. Колодцы все находятся в недовторительном состоянии. Очень много колодцев, большая часть из них находится в воде. Но они из кирпича или из камня, будут у нас, и соответственно, там нет такой гидроизоляции, не может быть и речи. Мы обратились в проектные организации. В состав проекта и сметы расходов установка новых колодцев, вот этих, где подключение, не предусмотрено. У нас новые колодцы только по дороге, но на новом водопроходе, который, так сказать, за 500-то большой. А все остальные подключения остаются в старом колодце. Поэтому, значит, проектная организация рекомендует откачать воду, составить акт, посмотреть, актировать, все это выполнять. И если необходимо, и нету другого выхода, и эти колодцы угрожают прочности будущей дороги, которую собираемся проложить после прокладки водопровода, необходимо выделять дополнительные средства. Либо, может быть, я понимаю, в какой ситуации находится водоканал, но, может быть, как-то совместными усилиями, они свои какие-то свои сети поддержат. Ну, нужно, чтобы вы посчитали эти деньги. Мы считаем, монтируем. Сколько это денег? Можно принимать уже решение. Я перешла все автокарты и призываю. Персиман, что с проектной документацией по Киевскому? Геннадий Леонидович, мы отдали деньги, ну, если что, вчера-позвучера говорили. Отдали в Примарию. Ну, там, насколько я знаю, там осталось сделать изменения годовой плана, из нашего зала нет. Может, вы что-то сделаете? Конечно, сообщено, на отборной организации готовы давно. Изменения в годовой план закупок и согласовать с ВЭО. Я уже все объяснил. Я сегодня на 2 часа собираю рабочую группу. Постараюсь, что 2 часа мы ее вынесли на публикации, чтобы закрыть этот вопрос уже. Потому что он тянется уже действительно очень долго. Все материалы повторные к вам? Ну, согласуйте, я уже сказал, откуда взять. А они в курсе? Да, они в курсе. И там осталось 2 вопроса, изменения годовой плана и согласование, что мы сделали. И все. 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 от управления образования поступали заявки после этого ураганного ветра оценить стоимость каких-то ремонтных работ по многочисленным. Да, есть учреждения. Есть такие учреждения, как... есть пара учреждений, в которых состояние крови не критично, тем более, что там когда-то была кровь мягкая, сверху когда-то уже положили шутер, как его положили, это дело десятое. Но не критично, просто был сразу большой объем воды, и водостоки не справлялись, поэтому оно там где-то затекло. Да, действительно, это надо делать, ремонтировать, но это не критично. Есть, конечно, такие учреждения, в которых произвести ремонт. А есть такие учреждения, в которых просто ремонт такой аварийный не спасает. Надо делать. Капитально. Да. Таких доставствий. Да, мне говорили о том, что нужно... Вот это да, серьезно. Спасибо. Виктор Миконович. Боже, второе, в основном рамках подготовки последних дневных и эксплуатации как силовых сетей, так и подвижного состава производят определенные виды работы. На следующий день закончена ревизия масляных приключателей, ревизия сборных трансформаторов, замер сопротивления по службе и хозяйства. По линии ремонтной службы идет плановая ревизия отопительных приборов, пневмосистемы, салоны салонных отопителей, техницизация дверей салона, окон и кабины водителя, полосмотренных люков. Система обдува салона, пролива сортажа, подбирается осмотра и в случае ремонта. По линиям хозяйства производится необходимость стекления окон, дверей, утепления, ремонт трубопроводов и системе отопления, ревизия механической мойки, ревизия резвий сборных рух, ремонт аппаратуры теплопунктов. По состоянию на начало месяца, в который мы подавали процент готовности порядка 30%. Но работа продолжается без остановки. Прекрасно дадим себе отчет о том, что мы должны готовы на все 100% к эксплуатации в осенний зимний период. По линиям коронавируса постоянная идет у нас начиска салонов, дезинфекция, 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 дезинфекция дезинфекция емкости у нас постоянно заполнены, это делается на особом контроле. Водительский состав постоянно производится из-за конструкторского состава. При своем это человеческий фактор, конечно. Человеку говоришь, говоришь, да, да, да. Случаи, какие бывают, что конструктор показывает пример всему пассажирскому составу, но немножко не справляется по детям без маски. Но тем не менее, у нас это постоянно иронировано. На выпуске этот вопрос подчеркивается обеспечение всякого рода масками, диспетчерчными средствами у нас 100 пациенток. Работаем в рамках эпидемного трафика ингредиентов. Ну что, тогда все на сегодня даст. подчеркивается на сегодня вопрос. Я хочу сказать огромное спасибо всем работникам соотношения предприятия, которые учитывали в республикации после стихии ситуацию на территории города. Мы заработали с раннего утра до позднего вечера. Мы в течение двух дней устранили все абсолютно заявки, которые поступили. Работали люди, делили 4 бюджета, работали по микрорайонам города. Рабочие уборки территории в ключей сроке пытались ввести город в нормальное состояние. Было собрано огромнейшее количество веток, листруи, наиленого грязи на дороге, щебня и так далее. Хочу сказать о том, что те публикации в суббах массовой информации о том, что в этом принимали участие МЧС и другие нам, нашему предприятию, никто ничем не помог. Ситуация справилась работники муниципального предприятия БИО. Решили бесконечно благодарны, никто не сказал нет, все работали в 10 часов вечера, выполняли все абсолютно необходимые работы. Я считаю, что они справились просто отлично. И хотела бы сказать о том, что те общественные деятели, которые не дают возможности работать нашему предприятию, должны были, наверное, тогда прийти и посмотреть, с какой тяжелейшей ситуацией мы пытались справиться, какая была кошмарнейшая ситуация в районе улицы Штефан-Челмайнин или в промзоне вплоть до Лиуцел, когда он потепон просто как под посупок осили все деревья, когда были переграждены дороги и другие ситуации. Я убедительно прошу общественных деятелей понять простую вещь. Муниципальные предприятия в обустройстве зеленей выполняют все работы в соответствии с законом. Специалисты знают свою работу очень хорошо и не отклоняются от закона ни влево ни вправо. Мы выходим на работу только имея полный пакет документов. И в этом уже, по-моему, убедились не один раз и в течение года это было уже бесконечное количество раз. Вчера опять была сорвана работа людей, были доведены опять до истерики. Это простые смертные люди. Они работают на жале, они не получают сушевшие деньги. Это очень тяжелый труд. Я убедительно прошу пожалуйста не трогайте работников предприятия. Есть вопросы, есть руководство, есть ответственные люди. Мы готовы ответить, мы готовы предоставить все необходимые документы, но за своих людей я бы платил предприятие и буду бороться. И то, что они позволяют себе, как вчера их довели, нахомить нас правильно. Потому что это люди, они знают свою работу. И дали задание, они не идут выполнять эту работу. я считаю, что то, что вы сказали по ликвидации последствий врага, людей надо не только поблагодарить, пообщить, поощрить морально, но и материально. Поэтому я жду вас предложений на админсовет. И давайте мы решим этот вопрос. Хорошо? Да, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...